К другой теме. Как я уже отметил в начале программы, Израиль был одним из первых, кто официально поздравил президента Дональда Трампа в ноябре прошлого года. С приходом Трампа в Белый дом многие в Израиле связывали надежды на резкое изменение не только американо-израильских отношений, но и американской ближневосточной политики. Чем запомнился для израильтян первый год правления Трампа? Об этом мы говорим с профессором Бариландского университета Этаном Гельбоа. Профессор Гельбоа, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Профессор Гельбоа, ну вот какие ожидания были в Израиле год назад и как сегодня, на ваш взгляд, в Израиле оценивают итоги этого первого года Трампа? Прошел только год после его победы. На самом деле Трамп вступил в должность президента только в январе этого года. В этом плане у него есть еще несколько месяцев. Но если уже сегодня сравнивать его предвыборное обещание, его последующие решения, то можно найти в некоторых вопросах разницу. Но то, что бы я отметил сразу, это явное изменение отношения ООН к Израилю. Трамп обещал изменить антиизраильские действия этой организации и в определенной степени ему это удалось сделать уже в первый год каденции. Достаточно посмотреть, что говорит посол США в ООН Ники Хейли. С другой стороны, Трамп обещал перенести посольство США в Иерусалим. Пока этого не произошло. Ну и соглашение с Ираном, которое он хотел отменить, но пока он только перенес решение по данному вопросу в Конгресс. Профессор Грибов, вы так компактно уложили в один вопрос и ответы, но тем не менее, давайте по порядку попробуем по каждому из этих пунктов поговорить. Ну, начнем подробно про перенос посольства в Иерусалим. Скажите, это неспособность или это нежелание Трампа перевести посольство в Иерусалим? Люди Трампа до сих пор верят, что посольство в итоге переедет в Иерусалим. Но в нынешней ситуации Трамп пытается возобновить мирный процесс с палестинцами, а здесь ему посоветовали не делать резких движений. Если Америка хочет быть посредником на переговорах, то о переводе посольства пока нечего говорить. В Израиль приезжал его зять Кушнер. Есть специальное послание Гринблат. Так что пока Трамп заморозил этот вопрос ради будущих переговоров с палестинцами. Хорошо, а какие успехи у Трампа в самом палестино-израильском диалоге? Он пытается возобновить процесс, но пока ему это не удается сделать. Очень сложно пытаться анализировать действия Трампа. Иногда он меняет мнение в течение одного дня. Он сам не знает, чего хочет. На встрече с Нетаньяго он сказал, что мы должны сами разобраться. Палестинцы хотят, чтобы он признал их право на государство. Потом вдруг мы слышим, что он против строительства. Чтобы Израиль меньше строил, а потом вдруг опять Америка требует от палестинцев признать Израиль. Но как мы видим, проблема в том, что сегодня палестинцы не готовы признать право Израиля на эту землю. У них проблемы с иудаизмом. Они не принимают евреев как народ на Ближнем Востоке. Если мы готовы вслух сказать два государства для двух народов, то палестинцы говорят два государства. Они не готовы просто нас признать. О каких переговорах в таком случае может идти речь? То есть вы считаете, что Трамп должен может больше давить на палестинскую автономию? Не знаю, возможно применить к ней экономические санкции? Конгресс США этим занимается. Там есть силы, которые часто угрожают палестинцам, в том числе мерами экономического характера. Но при этом США выделяют около 400 миллионов долларов ежегодно. И там очень недовольны, что часть этих денег уходят на зарплаты террористам. В Белом доме, в принципе, могли бы это прекратить, но не сильно спешат это делать. Хорошо. А что происходит на международной арене? Как Америка за минувший год помогала Израилю, на ваш взгляд? Здесь явно ситуация изменилась. Президент Обама поддерживал разные международные организации, которые действовали против Израиля. Трамп ведет себя совершенно иначе. Он заявил, что США выйдут из ЮНЕСКО только из-за позиции в отношении Израиля. И сделал это. Кроме того, американская администрация постоянно критикует ООН за позицию в отношении нашей страны. И сейчас ситуация стала лучше. США явно стоит на стороне Израиля. А тот факт, что Израиль вслед за решением США тоже объявил о выходе из ЮНЕСКО, на ваш взгляд, это правильная позиция? А вдруг завтра американцы, например, поменяют свою точку зрения? Израиль тогда тоже будет менять свою позицию? Решение о выходе США из ЮНЕСКО – это серьезный удар по организации. Сейчас там новый председатель, кстати, еврейка по национальности. Не знаю, окажет ли это влияние на американцев. Пока ЮНЕСКО не меняет свое отношение к Израилю. Не стоит ждать от них больших изменений. Тем более там задают тон арабы и Иран. Они переняли ряд глупых решений, например, по поводу старого города Иерусалима или Хеврона. Израильское правительство поступило правильно, координируя свои действия против ЮНЕСКО с Белым домом. Здесь мы должны выступить единым фронтом. Ну, еще остается тема Ирана и Сирии. По Ирану, по ядерной программе более-менее понятна позиция Трампа. А что происходит в Сирии? Обама все время угрожал, а Трамп взял, ударил, но как-то не вмешивается в происходящее в Сирии. Что касается Сирии, то здесь тоже налицо иная позиция. Обама грозился, но силу не применил, хотя все знали, что Асад использовал химическое оружие. Трамп же, наоборот, ударил по Сирии и показал, что так будет впредь. США также использовали крупные бомбы против Аль-Каиды в Афганистане. Это важный знак. Но пока сложно сказать, что речь идет об изменении стратегии. Скорее всего, это отдельные операции. Пока нет достаточной координации между США и Россией по вопросу Сирии. Во многом это связано чередой скандалов США. Отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном вредит всем и не позволяет Трампу добиться успехов на Ближнем Востоке. А еще есть корейский кризис, там пока все очень сложно. Но Трамп все же говорит с Путиным, что это уже лучше, чем было в эпоху Обамы, когда лидеры не говорили между собой. Профессор Бариландского университета Итан Гильбоа, большое спасибо за Ваш комментарий. Спасибо.